Итак, всем привет, дамы и господа, добрейший вечерочек, с вами Криптофтеф и сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости за 24 часа, прогнозы по биткоину, ну и также разберемся с новыми криптовалютами, которые поступили на рынок. Хочу отметить, что их пополнилось и теперь всех криптовалют на рынке уже 2102, до этого было 2070. Ну, давайте посмотрим на рынок криптовалют, тут практически без изменения нужно дать должное то, что сейчас произошел небольшой такой откат и у нас также сейчас растут после пролива криптовалюты в связи с тем, что биткоин по большей части сейчас находится на флейте и, ну, хотя в благодать можно сказать, что биткоин сегодня, ну, днем, если мы посмотрим на минутки или на час, давайте посмотрим на час, что здесь у нас было, ну, биткоин, в принципе, у нас днем доходил до 3750 и дальше чуть у нас были какие-то проторговки, но не особо нужно учесть, что сейчас, конечно, решают на рынке криптовалют в плане трейдинга, конечно, альткоины. Сейчас мы видим, что, например, та же Antology, про которую я в ВИПке говорил, вот, собственно, сейчас 11% прибыли имеют люди, которые, возможно, сейчас зашли в нее и выйдут или сделают профит, по крайней мере, сейчас, если не пожадничают. Что касается, значит, других альтов, сейчас не очень радужная ситуация у ведущих криптовалют, особенно мы видим, что уже Tron не так растет, как рост до этого, но нужно отдать должное, что Tron, конечно, дал X3 и поэтому тут он отыграл на ура. И сейчас как-то требовать рост от него даже, ну, не сильно, как бы, знаете, имеет какой-то смысл, потому что Tron действительно очень-очень хорошо уже отыграл. Что касается новых криптовалют, и, кстати, вот скам форка, дело в том, что Ethereum Nova и Ethereum Classic Vision, понятное дело, что это криптовалюты AirDrop, они должны у вас упасть на биржи, возможно, Yobbit или другие, мне писали люди, которые биржи поддерживают, Вот одна из них, это вроде как Yobbit, там упали монетки, Ethereum, по-моему, Classic Vision, хотя на CoinMarketCap я таких монет не вижу, каким образом они упали, непонятно, но нужно отдать должное, что биржа Yobbit это не самая там качественная добросовестная биржа, но, тем не менее, мы видим, что вот сейчас добавлены также много криптовалют за последние 10 дней, Нужно учесть, и причем добавлены щиткоины, про которые я вообще не знаю, DoggyCash добавлен, DoggyCash это вообще нонсенс, форк типа DoggyCoin, Bitcoin to Network, PlusCoin и чат какие-то вообще криптовалюты, которые я вообще не знаю и знать не хочу, потому что они из себя ничего не представляют, И это очень жутко, потому что шлак все-таки на рынок криптовалют, он еще льется и будет еще литься, и тут, ну, как выбивать этот весь шлак, нужно очень хорошо провалить рынок криптовалюты, пофлотовать там где-то месяца 4-6, чтобы весь этот шлак исчез вместе с людьми, которые, ну, возможно, по ошибке зашли на этот рынок криптовалюты, То есть никого не хочу оскорбить, но это действительно так, это естественный отбор на рынке криптовалют, это, естественно, перезагрузка рынка криптовалют, как, в принципе, можно сравнивать аналогию с акциями Amazon, или когда акции того же Сбербанка падали, да, в, по-моему, 9-8 году, там был у них очень хороший кризис, и только на 10-й, по-моему, 11-й год акции Сбербанка начали восстанавливаться. Поэтому это нужно, такая практика здесь просто необходима, чтобы обходиться от слаборуких людей. Что касается, значит, рынка криптовалют, сейчас можно сказать, что пока что мы будем здесь торговаться. Это, в принципе, моя идея с утра в силу того, что, ну, когда я уже записал ролик, действительно, мы даже пошли чуть наверх, и у нас также диапазон был 3770, но это не сильно такой прям хороший диапазон. Я считал, что мы хотя бы поднимемся чуть-чуть выше, но, тем не менее, нужно учесть, что ланги у нас еще остаются почти прежними. Некоторые ланговые позиции, конечно, были покинуты. Это говорит о том, что со временем нас ждет еще больше пролив, и там я уже считаю, что зона без возврата, это будет 3600 долларов. Именно туда мы упадем, еще также ланги упадут, где-то на позиции 28000, шарты у нас вырастут, и оттуда уже можно будет запускать памп, свечку наверх, возможно, на 3800, но где-то в этот район. Поэтому я считаю, что ничего еще не потеряно, нужно учесть, что все криптовалюты, которые на рынке торгуются, очень даже неплохо. Взгляните на ту же Anthology, это второй некий ZeroX, это его возрождение. Нужно учесть, что эта криптовалюта сейчас в тренде, она очень хорошо сейчас откатывается, и поэтому понятно, что ZeroX там уже все сдохло давным-давно, это уже монета не в тренде, на ней не заработаешь. Но, тем не менее, Anthology себя очень даже неплохо на данный момент показывает, хотя, ну, куда ей до трона, который дал X3. Также хочу напомнить ребятам, чтобы вы не предоставляли свои приватные ключи, потому что все это будет разводняком, если вы предоставите свои приватные ключи от Ethereum, кошелька, и вас в итоге лишат этого Ethereum, который у вас будет на кошельке. Это фиаско, многие люди, возможно, которые попали на этот криптовалютный рынок, это не знают, но вот я говорю. Потому что, действительно, многие люди сейчас поприходили на криптовалютный рынок в силу того, что была запущена новость о том, что Россия покупает биткоин, она будет отказываться от доллара. Это какой-то нонсенс, люди сюда пришли, а рынок обвалился. Нужно учитывать также новостной фон, что будут делать. И вот только все вот это в совокупности нужно анализировать. И таким образом можно предсказать легко движение биткоина. Потому что, если мы будем здесь чертить график, быть таким неким чертилой, который все время чертит, там какие-то стрелочки, звездочки, вороны, 3 вороны, 5 ворон, какие-то там понятия, это ничего не сработает. Лично теханализ, только теханализ на биткоине не работает. Нужно еще брать фундаментал, нужно еще брать новостной фон. И только все в совокупности, конечно, дает результат. А лично на теханализе вывозить криптовалюту это очень трудно. То есть, если ты не понимаешь, что там творится с новостным фоном, как там зазывают покупать активно криптовалюту и говорят о том, что там будет 5000 долларов какой-то негр. Понятное дело, что это зазывалово и это кидалово. И это вот лично в расчет берется на широкую публику, на необразованную, на более такую лайтовую публику, на хомячков, грубо говоря. Что касается эфириум классик, может ли коинбейс делистить эфириум классик в 2019 году? И здесь об этом говорится в Оргар. То есть, это криптовалюта, такой некий блокчейн. А вернее, это некая платформа, которая дает, в принципе, вам привилегии в том, что если вы угадали какое-то событие или поставили на какое-то событие, и оно сбудется, то вы получаете, значит, монеты. И здесь было загадано, то будет ли коинбейс исключать торговые пары эфириум классик на потребительской бирже до 1 января 2020 года. И также здесь говорится о том, что этот вывод пришел из того, что эфириум классик был под атакой 51%. И чтобы защитить свою собственную репутацию, коинбейс потребуется исключить эту криптовалюту. И также эта биржа может вполне предпринять эти действия. Ну и, конечно, еще один Ванг, где-то на уровне с Помплияна, который сказал о том, что биткоин будет торговаться в диапазоне 2500 и 4400. Вот у нас нарисовался какой-то Винни Лайхам. Он говорит о том, что очень хороший шанс, что биткоин пробьет 3000 долларов, если мы достигнем этого минимума. То есть, если мы туда сходим. И он заявил о том, что реальность такова, что он, вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне. По словам его, а именно биткоин, будет торговаться от 3000 до 5000 долларов в течение еще одного или двух месяцев. И пока пытается найти какой-то путь для того, чтобы выбраться из хая или из лоу. И когда он найдет направление, он сломается и все. Ну, то есть, он сломает тот уровень, с которым он выйдет. То есть, это настолько очевидно, то есть, это больше не прогноз, это больше вот говорится вот так вот. И вот если биткоин будет стоить, значит, 5000 долларов, то вот он вырвется и пойдет наверх. А если он будет стоить 3000 долларов, то он пойдет, конечно же, на низ. И эти прогнозы, они просто умиляют. И я реально могу там научить какого-то, ну, извините за выражение, пиздец на улице. Он то же самое скажет, ему не нужно выглядеть каким-то экспертом. И он, конечно же, подтвердит то, что вот биткоин будет торговаться в ближайшее время либо в 2000, или диапазон у нас будет 2000-5000 долларов. То есть, это действительно очень смешно. И я считаю, что, конечно, аналитики дают жару. Ну и глобальный руководитель ETF, а именно BitWives, заявил о том, что 2019 год будет годом ETF. Это будет самый оптимистический год. И здесь говорится, что мы считаем, что эта экосистема криптовалюты значительно изменилась за последний год. И наличие регулируемого банка или трастовой компании, владеющей физическими активами фонда, было стандартным в соответствии с правилами фондов США. В течение последних 80 лет. И мы считаем, что теперь это возможно с биткоином. То есть, говорят о том, что биткоин, ETF, они будут приняты. Это все будет в 2019 году. И они очень настроены позитивно. Но что хочется сказать. То есть, сейчас, когда идет пролив, говорить о том, что да, биткоин и ETF примутся обязательно. То есть, это проще всего сказать. И в итоге, конечно же, мы после этих слов, после такого новостного фона, еще увидим пролив биткоина. Потому что людей будут таким образом отягать за нос и разочаровывать. И в итоге всю толпу потихоньку с рынка будут вытряхивать вот такими некими обещаниями. Кстати, новые стейблкоины превзойдут по капитализации тизер через 8 месяцев. И эксперты отмечают, что стабильные монеты USDCoin, TrueUSD, Paxos, Gemini, Dollar и DAI, многие пользователи воспринимают как более прозрачные и надежные решения в сравнении с тизером USDT. Но, что хочется сказать, здесь основная причина в том, что тизеры вскоре будут делистить с бирж и отдавать предпочтение вот этим стейблкоинам. То есть, если мы берем Paxos, то, например, он принадлежит бирже Binance. И Binance, конечно же, потихоньку будет обязательно Paxos внедрять к каждой паре. И в итоге от тизера они откажутся после того, как абсолютно всем, значит, криптовалютам будет введен Paxos. И мы увидим, что в итоге тизер будет на нет. И в итоге его будут делистить. То есть, если Paxos это Binance, значит, тизер будут делистить с Binance и отдадут предпочтение Paxos. Если это Gemini, Dollar, то тизер будут делистить с биржи Gemini. Потому что это значит стейблкоин братьев, значит, Binance и я думаю, что им лучше, чтобы этот стейблкоин был единственным решением на их бирже. И, соответственно, тизер потихоньку будут вытеснять таким образом. Поэтому здесь необходимо быть, конечно же, вооруженным. Ну и, кстати, MarketWatch почти 300 ICO были одобрены SEC в 2018 году. И нужно учесть, что это всего за год, 2018 год, который был медвежьим с самого почти начала. То есть, когда мы видели с середины января очень хороший пролив. Да, несмотря на то, что в начале января очень хорошо росли альткоины. А вот уже с середины января был уже очень-очень хороший пролив. То есть, можно сказать, что когда рынок криптовалют окунут на дно, то непосредственно придут уже быки. И мы скорее будем видеть не такую картину и не такие маленькие дохленькие объемы. А мы будем уже видеть реально хорошие зеленые свечи, которые будут уже потихоньку нарастать, нарастать. А биткоин будет уже расти и расти. И, соответственно, я считаю, что таким образом мы увидим бычий рынок. Но это после того, как пройдет стадия накопления. Биткоин окунут очень хорошо вниз. И только тогда на бычьем движении, когда, кстати, будет количество шартов у нас очень большое. Вот только тогда, тогда можно будет говорить о развороте. Пока что о развороте речи не идет. Пока что идет только о локальном росте, о шорте. Возможно, кто-то на BitMEX сидит и шортит биткоин. А тоже такие варианты можно использовать на данный момент. Ну а с вами был Криптовтеев. Всем удачи и всем пока.